Телеканал «Дождь» представляет В Голландии не принято спорить с единорогом, прискакавшим к тебе по радуге. Добрый всем вечер! Это телеканал «Дождь», прямой эфир. Да, у нас есть такая роскошь. Программа моя, меня, кстати, зовут Миша Козырев, называется «Новый год», потому что нынче годы летят за недели, а недели текутся целый год. В общем, сегодня у нас особенный случай. Мы представляем вам, на мой взгляд, абсолютно достойный и прекрасный фестиваль с организаторами, которого мы сегодня поговорим. Он начинается в Москве на этой неделе, и он называется «Гест Старс». Проходит он в клубе «Мастерская». Соответственно, у меня в гостях будет мой давний друг Леша Поперный и человек, благодаря которому феерические группы приезжают в эту страну до сих пор и с удовольствием – Саша Чапорухин. Ну, а в качестве затравки и специального номера вы себе не представляете, каких сил нам стоило, чтобы это осуществилось, включая перемены поездов, самолетов, графиков, райдеров, чего угодно. Но мы таки это сделали. Итак, в прямом эфире на телеканале «Дождь» фантастическая нью-йоркская группа, жанр которой определить совершенно невозможно. Вы можете попытаться. И называется она «Хазмат Мадин». «Дождь» фантастическая нью-йоркская группа, «Дождь» фантастическая нью-йоркская группа, «Дождь» фантастическая нью-йоркская группа, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и сказали, что вот нам очень нравится эта группа, мы хотели бы с ней записаться. Ну, как-то по пути, там, не знаю, из Сан-Франциско в Бостон, проезжая через Нью-Йорк, мы сделали первую запись с этой группой. Она мне показалась интересной. После этого мы... Это было в 2006? Я не помню, в 2003 или 2004. После этого они стали меня преследовать, возьми нас в Россию. Но я не почувствовал до конца, насколько они хороши. Вот тут я должен сказать хорошие слова в адрес моего друга Володи Оборонко. Человек, который со мной знаком уже 25 лет, он живет в Америке. Он мне постоянно стал капать на мозги, что эта группа просто великолепна и очень быстро растет. Я ему поверил. И в 2006 году я привез их на фестиваль «Золотая маска». И вот на клубной программе «Золотой маски», «Голден Маск Клаб», мы это делали вместе с Эдиком Баяковым, тогда еще худруком «Золотой маски», всей. Они просто поставили на уши людей в центре, на Страстном бульваре театральном. А после этого то же самое проделали в клубе «Икра» и в клубе «Набрестской». Я понял, что вот эта безошибочная вещь, я благодарен... А в чем секрет, почему русская публика на них вот таким вот образом... Ну, ты знаешь, я не хочу вообще вот эту всю химию анализировать. Главное, что это случилось. И главное то, что я вот уже в какое-то время поверил себе, вот когда ты ощущаешь какой-то драйв, ты ощущаешь вот то, что у тебя мурашки по коже, да, и ты понимаешь, что это неотразимо, что это не может... Мне нравится. ...не вызвать такой же энтузиазм у других людей. И это происходит, ты знаешь. И вот сейчас у нас прошел фестиваль «Сотворение мира», ну, грандиозный фестиваль, вот только что. Я сорвал голос, бушуя на сцене и после... А ты сгонял кого-то с него? С Джонни Роттоном. Просто Джонни Роттон сейчас мой основной караочный партнер там, партнер по джеймсейшенам, но сорвал голос я не на сцене, а сорвал голос я в такси, потому что Джонни Роттон пел песни из репутара группы «Ласка и май», которая крутилась у таксиста и не хотел останавливаться. И мы так друг друга завели. И ночная Казань сдалась. Он не хотел выходить из такси, мы заплатили там бешеные деньги таксистам, прослушали весь репертуар «Ласка и май». Мне очень было жаль, что мне... Потому что Казань ждала пришествия с «Экспистолс» и вот оно случилось. Мне было жаль, что у нее нет видеокамеры, потому что если бы я снял Джонни Роттона прыгающего на заднем сиденье вместе с своим очень таким странным телохранителем и поющим «Белые розы! Белые розы!» Это было просто фантастика. Вот поэтому я с вами говорю таким голосом обычно. Я хочу, Лёша, задать вопрос, как подбирались группы и как вообще сформировался фестиваль. С чего? Я помню, что ты так сказал, что как-то это вот сросло, как-то случилось. Нет, ну этот фестиваль, надо тут говорить, сегодняшний весь эфир должен быть посвящен, видимо, Чапорухину, потому что они вот так и образовались. Но ты сам все сказал. Действительно, эти группы все приехали на фестиваль в Казань, в Пермь. Моя заслуга заключается в том, что я все время звонил Чапорухину и что-то от него требовало. В конце концов мы решили организовать этот фестиваль. Что касается Казмат Мадина, я их действительно прекрасно помню, когда их Саша приводила, действительно, ну, хороший промоутер, прекрасно. Он их привез сюда и после этого, он просто, по-моему, не сказал, после того, как они здесь сыграли, он стал делать какие-то, не он, Александр, в смысле, стал делать какие-то концерты в мире. Они просто стали реальными звездами. В общем, он был первый, кто их открыл. Давайте сейчас еще послушаем одну песню и после этого вернемся. Ты просто скажешь, не завтра они у нас будут, не завтра они будут послевать, а послезавтра. Завтра другая фантастическая группа из Казани. Ну, мы про нее поговорим. А, нет, нет, сейчас, давайте. Они послезавтра, 29-го. Послезавтра, а завтра? Завтра будет «De Tens en Tens». Ну, мы про них поговорим. Квебек. Из Квебека, это как фолк. Это вот из Квебека, да? У нас, мы сейчас можем еще минуту проговорить, потому что у нас там реклама должна быть через минуту, после чего мы дадим песню. Поэтому давайте объявим еще репертуар эти четыре группы. Ну, ребят такой, значит, да. Квебек – это завтра. Квебек – это завтра. Это такой квебекский особый какой-то фолк. Это очень живая музыка. Они виртуозные музыканты. Ты говоришь, когда фолк, ты имеешь в виду кантри, североамериканский фолк или что? Какой это фолк? Это квебекский франкоязычный фолк. Квебекский, нечто особо франкоязычное. И он, это абсолютно живая музыка, дико изобретательная. Они невероятно драйвовы. Саша говорит, что вот на рок-фестивале они были драйвове всех. Во-первых, это не рок-фестиваль. Сотворение, конечно, не рок-фестиваль. Ну, конечно. Там много рокеров. Там как раз абсолютно полиэстивистик. Но я вам скажу, что вот по драйву, по какой-то такой вот солидарной радости Хазмат Мадин и особенно Детан Зантан, вот это трио, они перебили любых рокеров. Вот просто вот, ну, на уровне гоголь-бардела как минимум. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа Хазмат Маддин. Это вот праздник, это волшебство, которое сейчас только что было, так называется. Группа, которая посчитала, что настоящему блюзу не повредят любые другие стили, которые к нему примешиваются. Мы сейчас только что с Сашей Чапорухиным и с Решей Паперным говорили, что если посчитать, что вот в это, какие влияния, какие течения в этом можно распознать, то можно потратить один лист бумаги, можно потратить один лист бумаги, можно два, можно три, можно четыре. А можно просто все перечислять? Вообще, да. Потому что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень здорово, потому что я, например, очень не люблю всякие гетто, знаешь, вот металлическое, роковое, там, этно, а здесь вот такое, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажите, Детанзонтан, мелочи не говорите, а покажите, что это такое. Детанзонтан. Детанзонтан. Детанзонтан, заряжай. Мы сейчас покажем вам спектр групп, которые выступают на фестивале Гест Старт на этой неделе. Поехали. Девушка по имени Хиндизара, потрясающая певица из Франции. Она по восточному происхождению, арамского, скорее всего, я точно не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот реально собирают Олимпию в Париж. Можете сказать, что это трясающе поет. Она потрясающе поет, тоже смешная такая музыка. Это баллады, фанк, да и много чего другого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше будет группа из Англии, называется «Last Man Standing». Это довольно новый проект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вполне себе английский, вполне себе электронный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно легкой, громкий и веселый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа из Англии, это французская, французская группа из Гриберка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Программа называется «Новый год». Мы говорим о фестивале «Гест Старс», который учудили в Москве Саша Чапорухин и Леша Паперный. Как группы отбирались вообще? По какому? Что делает этот фестиваль отличным от общего музыкального небосклона? Потому что у меня есть точное ощущение, что это что-то иное. А что определить? Я вот хочу сказать, что вообще-то мало кто занимается такой музыкой, мало кто ее продвигает, вопреки всему, здесь, в нашей стране. Потому что во всем мире эти группы реально собирают огромные залы, там, Олимпии, собирают двухтысячные, трехтысячные, пятитысячные. Некоторые собирают громадный стадион на фестивалях и так далее. А у нас такого и в помине нет. Единственный человек, который этим занимается, не единственный, может быть, но он, по крайней мере, главный, это Саша. И, слава тебе, Господи, мы в свое время тоже пытались сделать какие-то фестивали. У нас были дудки, танцы, мы привозили африканские группы, бесконечные балканские, такие-сякие, все для хип-хопа. Но просто востребованность этого очень невелика, к сожалению. Да, до сих пор. Да, ну, это так все думают. А потом, когда ты привозишь такую группу, выясняется, что приходит 7 тысяч, наверное, 10 тысяч человек. А в Казани же толпы людей ходят на его фестивали. Да. Что внутри тебя звенит и подсказывает? Бинь, вот оно. Я еще раз говорю, если у меня мурашки по коже, если я радуюсь или, наоборот, плачу, я понимаю, что то же самое будут делать другие люди. И это, как правило... То есть это исключительно, абсолютно субъективное, точно торкает, не торкает. Это правильно, другого не должно. Я терпеть не могу всяких брендингов, маркетингов, там, вычисления целевой аудитории. Я понятия не имею, что это такое, и не хочу иметь понятия. Понимаешь? Слава Богу, слава Богу, что вот сейчас у меня такие начались новые 80-е. Ты знаешь, вот как у нас была перестройка в Советском Союзе в конце 80-х годов. Точно так же сейчас некоторые продвинутые какие-то лидеры главы регионов стали вдруг неожиданно развивать культуру. И вот сейчас... Вот это я не очень понимаю, что с ними-то произошло. Я просто хотел тебе задать вопрос о том, что на карте страны возникает какая-то новая культурологическая география. То есть, если ты 5 лет, 10 лет назад произносил слово «Пермь», то оно значило одно. А сегодня оно вообще совсем другое значит вдруг. Или Казань. Вот что происходит с этими центрами вообще? Что... Откуда это? Как это всегда у нас бывает, это, конечно, революция сверху. Это... Не снизу. То есть не то, что жители Перми вышли на улицы, настоятельно требуя группу. Нет, нет. Здесь есть абсолютно реальные истории. И в Казани это такой продвинутый молодой мэр Ильсур Медшин, который очень любит музыку, который реальный меломан, который, кстати, в ней понимает больше, чем наши иные рок-звезды, я тебе скажу. Он с самого начала сотворения мира, то есть с первого года, да? Получилось так, что он давно является поклонником группы «Машины времени» с детства и дружит с Макаревичем. Соответственно, Макаревич, Сергей Миров, его приятель и бизнес-партнер, пригласили меня быть арт-директором, составить программу. Я составил не только программу, я еще заставил их принять мои предложения, что звук будет делать голландская компания, которая абсолютно лучшая в мире. И если звук делают другие люди, мои уши, как правило, этого не выдерживают. Не выдерживают. Где бы я ни был в мире, если я слышу отлично звук, ага, вот эти ребята. Я хочу подписаться по твоими словами, потому что, да, когда ты меня приглашал, я видел этот потрясающий, совершенно невероятный какой-то культ того, что происходило, поскольку эти были холмы заполнены до отказа. Я даже не знаю, в каком количестве сотен тысяч исчислить это. Я видел, как там ДДТ задерживало выступление Манучао, и как на одной и той же сцене группы абсолютно разностилистические находили место. Это было для меня прям вообще невероятно. Что важно в казанском случае, что тамошний мэр, он понял, что ему это нужно не только для имиджа, но это нужно людям, нужно выдерживать вот этот уровень качества. То есть ниже он опускаться не хочет. А что с пирмами? Голландцы для него священная корова, понимаешь? Я тебе скажу, что если выбирать, что лучше, вот звездный уровень музыкантов и плохой звук, или просто хороший музыкант и качественный звук, конечно, второе. Второе намного важнее, потому что вот эта вот вся атмосфера, в которой все происходит, она зажигает музыкантов, она дает им лучше раскрываться. В Перми же вообще история системная и очень интересная. Там несколько лет назад сенатор от Пермского края и человек, что скрывать, миллиардер, который там в списке Форбса, Сергей Гордеев, он выделил, по-моему, 3 миллиона долларов на выставку «Русская бедная», которую курировал Марат Гельман. И после этого у них вместе, у Сергея Гордеева и Марата Гельмана, появилась идея превратить Пермь в культурную столицу. И это с большим энтузиазмом поддержал губернатор Перми, Олег Черкунов. После этого началась совершенно какая-то невероятная для нашей страны история. Сейчас там 59 фестивалей. Ты можешь себе представить? 59. Вот сейчас проходил, только что закончился фестиваль. То есть и Лондон, и Париж нервно просто курят в углу по сравнению. Ну, Москва точно курит, потому что не говоря о Питере, который, конечно, фантастически красивый город, но культурно он сильно отстает. Вот представьте, 59 фестивалей, месяц шел, весь июнь фестиваль «Белые ночи». В конце этого фестиваля, кстати, выступал мой старый друг Ману Чао. Вот только что я не успел туда, потому что невозможно разорваться между Перми и Казани. Но более того, в Перми нам дают делать возможность системные проекты, когда мы берем музыкантов из разных концов мира и делаем какие-то вещи, которые мечтались когда-то, но их невозможно было осуществить, потому что нужно время, нужно средства, нужно место, где тебя бы приютили, бы приветили, бы дали возможность репетировать. Вот, кстати, результат такого сотрудничества. Это вот замечательная вещь, называется «Дети-выдры», «Children of the Otter». По мотивам поэзии Хлебникова и Тувинской народной поэзии, это мой любимый композитор Владимир Мартынов, это группа «Хунхурту». Собственно, благодаря которой я и попал вот в эту всю музыкальную историю. Это твое племя. Это 93-й год было. И вот это вот изданно недавно, несколько недель мы сидели, это репетировали, сделали премьеру в Перми. И я надеюсь, что вот такие премьеры в Перми, они станут отправной точкой для триумфального шествия таких проектов по всему миру. Я бы тебя попросил объявить следующую песню, поскольку это как раз должен быть дуэт, сейчас прямо в эфире с Рошель Гарнье. И специальный номер ты попросил сам, объяви, что это сейчас будет. Ну, дело в том, что Рошель Гарнье, она, наверное, сейчас главная звезда клубной сцены Нью-Йорка. И ее музыка сочетает в себе, ну там, невероятные какие-то совершенно коктейли, там, и так называемый свомб-блюз, то есть болотный блюз, и кабаре. И даже я вижу в этом какие-то элементы панка. Вот. И она не является постоянной участницей группы «Хазмат Мадин», но ей настолько хотелось приехать в Россию, ей настолько нравится эта группа, что она на время наших фестивалей, трех статворений мира, «Гест Стар» на Украине не только что были, и «Движение». Она стала солисткой и музыкантом группы «Хазмат Мадин». И вот я хочу, чтобы она сольную песню спела. Вот сейчас, дамы и господа, у нас уникально в прямом эфире Рошель Гарнье, группа «Хазмат Мадин». «Just because you can». Наслаждайтесь. «Just because you can» «Doesn't mean you should» «Just because you can» «Doesn't mean you should» «Just because you can» «Doesn't mean you should» «Don't do nobody» «Don't do nobody no good» «Well, you can push your luck with all your might» «Or just give up without a fight» «Or you could anise a firestorm of fury and wrath» «Then smack down every sucker who dares cross your path» «You can run around town» «Til your home gets wrecked» «Why do you complain when you get no respect» «But that don't do nobody» «Don't do nobody no good» «Just because you said» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Just because you care does not mean you should Just because you care does not mean you should Just because you care does not mean you should If you don't do nobody, don't do nobody no good If you don't do nobody, don't do nobody no good If you don't do nobody, don't do nobody no good DimaTorzok 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 нужно выпустить интересный ролик или просто опубликовать запись в интернете, она через сутки моментально набирает какую-то невероятную популярность и послезавтра порой забывается. В чем секрет успеха нынешних групп? Как они умудряются его достичь? Есть ли какой-то рецепт, которому нужно следовать? Потому что нас смотрят наверняка сотни людей, которые у себя дома тренируются, в каких-нибудь любительских студиях пытаются что-то сделать. Что нужно сегодня, чтобы в одночасье, наконец, достичь, дотянуться до человека, который способен восприять твою музыку? Знаешь, я можно? Я только быстренько скажу, а потом скажу. У меня два слова. Два слова. Точно два. Искренность и талант. Больше ничего. Это вечный рецепт. Ну да, это красиво звучит, Саша, я понимаю. Искренность и талант. Искренность и талант, не знаю, но искренность и талант, наверное, довольно много бы встречается в разных широтах. Надо относиться к музыке серьезно, потому что вот эти все группы, самые лучшие концерты, скажу откровенно, я не то, что за границей люблю. Я очень хочу, чтобы здесь была какая-то серьезная музыка. Но привозил вот Сашу группу «Культуршок», вот сейчас «Хазмат Мадин». Они по-другому слышат, по-другому играют и очень много времени уделяют этому делу, видимо. Они круто, они много работают. Это значит, третье слово «работа». Работа, вне всякого сомнения. И, конечно, талант. Но у них действительно как-то по-другому, у них другие звуки. Ты заметь это. Я был поражен, это смешной пример, но, тем не менее, абсолютно точно иллюстрирующий то, что ты только что сказал. Курт Кобейн написал, уволив своего первого барабанщика, он сказал, ты знаешь, мы-то собрались для того, чтобы мир перевернуть. Существенно. А ты живешь в другом городе, и, в общем, это для тебя не главное. У тебя же есть еще работа. И поэтому мы вынуждены тебя каждый раз просить приехать на репетиции. Это не годится. Курт Кобейн вообще прекрасный пример, потому что, кажется, вот Курт Кобейн, наркотики, троллевали, ты что-то сыграл там. Он работал так учился играть, так серьезно учился играть. Это все серьезная работа. И это принято там. Искренность, талант, работа в отношении... То есть получается, что технологии, по сути дела, ничего не меняют. Они ускоряют, замедляют, но не более того. Я хотел еще акцентировать внимание на то, что те люди, которые смотрят нас за пределами Москвы, могут посмотреть эти группы в Перми, на фестивале движения. На самом деле, Пермь и есть причина того, что эти группы выступают в Москве. То есть в Москве они потому что первые. Конечно. Меня часто спрашивают, почему ты ничего не делаешь в Москве. Я скажу, почему. Мне вот эта вот такая вот якобы либеральная идея, знаешь, покупатель выбирает сам. Она мне не близка. Покупатель не выбирает сам. Это все чушь. Вот какой-нибудь Миша Козырев там через наше радио, но, правда, ты уже давно не там, прокачает энное количество групп, которые станут популярными, и потом будут говорить, ну, люди требуют эти группы. Я считаю, что гораздо, вот мне, например, ближе ситуация такая, ну, как бы социалистическая. Когда есть какие-то продвинутые губернаторы, которые дают мне какие-то средства, какие-то возможности, и говорят, делай, что хочешь. И мне не хочется толкаться локтями и там делать 28-е предложение какой-нибудь там группе Мьюз, или, не дай бог, там, Дипепл. Мне хочется делать то, что я хочу, а достигаю я такими средствами, понимаешь? Я тебя перебью. А когда-нибудь кто-нибудь говорил тебе, давая деньги, Александр, ну, вы понимаете примерно, в каком стиле нам музыка нужна? Нет, никогда. Никогда. Вот что хотите... Вот, пожалуйста, вот сейчас, ну, не секрет, это везде, во всей прессе. Андрей Макаревич осмелился попросить деньги у самого президента России Медведева. Они нам дали 30 тысяч рублей, 30 миллионов рублей на фестиваль. Кто-то еще дал президент Татарстана, там, мэр Казани и так далее. У меня не было никаких вообще даже советов, какую музыку нужно привести. И получилось так, что когда на фестивале появился президент Медведев, он танцевал под группу Гоголь-Борделла. Вот, а... Только что? Только что, да, позавчера. На сцене? Нет. Нет, в зале? На поляне. Не выходил на сцену? Нет, нет, он выходил на сцену. А, он выходил перед Гоголь-Борделлой? Он выходил на сцену во время Гоголь-Борделла. Гоголь-Борделл предупредил, что, ребята, вот, наверное, во время вашего сета приедет президент, и он, может быть, выйдет, что-то скажет. И вот он выходит во время выступления Гоголь-Борделла. И говорит, start wearing purple, wearing purple. Да. Ну вот, а потом он спустился, что не захотел быть на вип-трибуне, он спустился, типа, вот, к людям. И там уже там... У нас будут в четверг Гоголь-Борделла, слава богу, здесь играть. Да, пританцовывал слегка, ну вот мы им тоже делаем тур. Но мне почему интересно сделать им имя на тур? Потому что сейчас они окружены такими музыкантами, с которыми очень интересно. Из Мали, из Бенина, понимаешь, там откуда-то из... Амадуин Мариам в этом плане нужно. Амадуин Мариам, да. И вот в этом контексте, в этом контексте Гоголь-Борделла мне очень интересно. Не как поп-группа, которая реально популярна в стране, просто там привезти их, там тупо забукировать концерты, на этом заработать какие-то деньги. Хорошо, давайте... А люди, когда гружены каким-то интересным контекстом. Понимаете, попадает. Заворачивая постепенно нашу историю, потому что нужно обязательно успеть еще песню одну дать в эфир, последнее выступление живое, которое вас прямо уколбасило вообще от счастья. Вот что самое последнее, какая группа, независимо от того, по работе это было, или просто в удовольствие? Ну, честно говоря, вот у меня все случаются какие-то там катарстические такие вещи, ну, только на тех концертах, которые я сам организовываю. Ну, это у тебя большое счастье. Так получается, Сори. Ты в гармонии сам с собой. Иду, наверное, на каких-то звезд, но не трогают вообще. Так, и что было последним? И последний, безусловно, паблик, Image Limited, позавчера, Джонни Роттон, сейчас его называют Джонни Лайден, там он сам себя любит называть все-таки Джонни Роттон по-прежнему. Вот, с группой паблик Image Limited, где играет мой потрясающий там давний друг и гитарист фантастический Лу Эдмонс. Это что-то было невероятное. Такой сугестивный шаманский драйв, и когда ты в это попадаешь, ты оттуда уже не можешь выйти. Я хочу надеяться, что то же самое произойдет у меня на фестивале, собственно, ради которого собираются здесь музыканты, и которых мы благодаря Лешу Паперному показываем в Москве. Это фестиваль движения в Пермском крае, он 2 и 3 июля. А Лайден туда же едет? 20 лет, нет, Лайден уже не едет. Мы всего привозим туда, по-моему, три группы, которые играли в Казани. Это вот Хазмат Маддин, и это Дезанзантан, и еще группа Курара из Екатеринбурга. Прекрасная группа, кстати говоря. Мы ждем ее в гости. Извини меня, они тоже у меня дебютировали в Альянсе. Они играли у нас, вот меня поправляет, Вася, в живой музыке уже играли у нас. На фестивале «Сотворение мира» они дебютировали в Альянсе с замечательным мордовским фольк-трио «Ойме». То есть девочки очень здорово влились в эту программу. Леша, поскольку я в клубе много времени провожу, я вообще не очень хожу на какие-то концерты, вообще боюсь большого встречения народа и так далее. Могу сказать, что сложно, но мне дико понравилось, из того, что я никогда раньше не слышал, это культур-шок, когда был концерт еще в том году. Это было, правда, реально дико круто. Ну, я вот их видел как раз на «Сотворении мира». Ну, кто? Там же. Давайте я напоследок все-таки напомню, что желающие посмотреть вот эти вот не вписывающиеся в мейнстрим и при этом абсолютно самобытные, ни на кого не похожие группы, которые я с удовольствием рекомендую, просмотрев их ролики в большом количестве благодаря моим друзьям. Этот фестиваль называется «Гест Старс». Вы можете в Москве посетить клуб «Мастерская» и посмотреть в течение пяти вечеров пять самобытных коллективов, один из которых у нас прямо сейчас в студии. Поэтому я с удовольствием еще раз даю вам иллюстрацию того, что будет на этом фестивале. Спасибо вам большое за то, что пришли. Миша, спасибо вам. Спасибо, Миша. Я надеюсь, что все произойдет. С Новым годом, как говорят у нас в передаче. Я уже осушил. А у нас в программе группа «Хазмат Мадин» и песня заключительная, которая называется «Прилив». «Хазмат Мадин» «Хазмат Мадин» «Хазмат Мадин» «Хазмат Мадин» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...